Часто так случается, что труд людей не заметил. Но заметить его легко. Надо только приглядеться. В нашем случае просто опустить взгляд вниз. Да, это пешеходные дороги, тротуары и скверы. И последних в городе было маловато, но сейчас ситуация меняется. И меняется технология, и возможно совсем скоро мальчик, топающий по лужам, останется только в наших воспоминаниях. Потому как на хорошо уложенной тротуарной плитке луж нет. Конечно, это не рай для роллеров. Но эстетически красивее. Потрескавшегося экономного слоя асфальта. Это однозначно. Хотя, кто как кладет асфальт. Если Юж-Уралавтобан дока в строительстве дорог, то фирме Дор-Ремстрой мы присвоим кандидатские регалии. О главе города Магнитогорска Евгению Карпову звание градостроителя. Потому как до его прихода речь шла только о экономии и урезании городского бюджета. Интересно, куда урезали? Если сейчас денег хватает и на дороги, и на культуру. Если даже чего-то сделать нельзя, типа закатать в сайдинг и пластик, как комбинат, то сделать парки и скверы рядышком с храмами Новоки и культуры. Сейчас реально. Великолепная идея создать сквер искусств, сад искусств, вот подобно, допустим, летнему саду в Санкт-Петербурге, принадлежит мэру города, главе города Евгению Вениаминовичу Карпову. Вот года полтора назад он сказал мне, что мы сделаем вокруг консерватории сад искусств. Ну, вы понимаете, как я на это реагирую. Это замечательно, это прекрасно, это действительно в европейских традициях. Я вижу, что мэр делает в нашем городе, как город украшается. Средства были выделены им же. Хочу поблагодарить и художников. Эта группа художников была во главе с Ренатом Шарафуддиновым, которые сразу откликнулись на вот эту идею, они работали над ней. Мы рассматривали даже вот этот проект, который они сделали на нашем ученом совете. И он был одобрен. Сейчас ведутся работы. Конечно, я за ними присматриваю. Я не могла мечтать. Мы с большой тоской смотрели на облупившиеся и поломанные уже ступени. И, честно говоря, мечтать я даже не могла о том, что вот когда-то наступит время, и все это будет сделано красиво. Поэтому вот то, что я вижу, я уже счастлива. Ну что ж, поблагодарим художников. И главное, это, конечно же, идея. Но реализовать придуманное не всегда возможно с точностью до миллиметра. И эскиз на практике так и остается эскизом. А идея в данном конкретном случае принадлежит главе города Евгению Карпову. И это его авторское право на проект красивого города. Но почему же в эфире многоуважаемой телекомпании мы увидели грубый наезд на строителей, выполняющих работы по утвержденному и одобренному проекту. Телекомпании, созданная для защиты интересов комбината. Промышленное лобби которого в городском собрании и администрации города позволило за три года сделать Магнитогорск городом строительства. И эта процедура продолжается с невиданными ранее темпами. Возможно, проекты, основанные на жареных несвежем масле слухов, пропитали и новостную редакцию. И так бывает, когда голодный журналист вынужден рыскать в поисках сюжета. На позитиве, ребята, делаются сейчас и деньги, и имидж. И даже ОРТ, названная 9 лет назад общественным расистным туалетом в руках беглого олигарха и перекупленной затем и отданной обратно общественности другим олигархам, вложившим деньги и немалые в Челси и в Чукотку, работает позитивно. И поэтому рассуждение о вещах грязных мы видим на фоне людей созидающих. Да потому что то, что они делают, востребовано горожанами. А грязное белье и мысли, и желания нет. Вообще-то широко задумано. Думаю, что-то будет лучше, чем есть, как мне кажется. Ну, все это масштабно. А то, что было буквально за пределами и вообще скверы, украшают города? Думаю, да, конечно. Хоть какая-то зелень должна быть. Это же вид в городе, более наш. У нас лесные массивы далеко, и в городе хотя бы что-то должно быть. И парк, безусловно, нужен. Но по скверику-то гулять лучше, по-моему, не по земле, да? Ну да, да. Если все это благородить, если все сделать как положено, думаю, все будет в порядке. Посидеть с любимой девушкой, помечтать о чем-то, либо сочинить музыку. Ну, в принципе, да. Да, конечно, конечно. Если не моя личная мнение, то совсем неплохо. Если еще что-то посадят такое интересное, то все будет в порядке. Приятно идти по новой дорожке, еще не оконченного сквера, или раньше было тропиночками пробираться, особенно когда в дождик-то? Несомненно, приятно, конечно. Ну, во-первых, я уже с творческим взглядом вижу, что здесь будет. Мне кажется, когда-то я не видел, потому что всего лишь 15 лет в магнитке, но говорят, что где-то вот здесь была такая маленькая сцена. Я думаю, если бы вот это кто-нибудь вспомнил бы, дополнил бы, сцену-то сделать, наверное, не так трудно будет. Было бы вообще замечательно. Представляете, вечера, рядом очаг культуры, выходит оркестр, играет венский вальс. Я думаю, что это было прекрасное дополнение. А люди гуляют по скверику, да? Который выполнен ничуть не хуже, чем охотный ряд. Конечно, конечно, несомненно.